Хочу поразмышлять над одной темой. Давайте мы откроем с вами первое место сегодняшнего собрания. Это Евангелие от Матфея, первая глава. Мы прочитаем с 19 стиха по 21 стих. Это рождественская история о том, как ангелы являлись сначала Марии, а потом Иосифу. И они возвещали о том, что должен родиться Иисус Христос. И он должен принести спасение людям. И вот конкретный текст, когда ангел явился к Иосифу. Посмотрите, 19 стих, или давайте, наверное, с 18. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить. То есть он не поверил в самом начале, что Мария, его невеста, что она зачала от Духа Святого. Он думал, что она нагуляла. И поэтому он не хотел ее опозорить. Он любил ее. И он хотел тайно ее отпустить. Но, 20 стих говорит, Но когда он помыслил это, то есть только помыслил, ангел Господень явился ему. И явился ему во сне, и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. И 21 стих я хочу, чтобы мы все внимательно обратили на него внимание. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Послушайте, братья и сестры, кого спасет? Нет, нет, послушайте внимательно. Кого спасет? Не просто людей. Людей своих. От чего спасет? От грехов. Вы знаете, мы очень часто неправильно понимаем. Мы думаем, что Бог спасет всех. Людей. Мы думаем, что Бог спасает человека от ада. Косвенно всего лишь. Да, Он спасает косвенно от ада. Причина, почему попадает человек в ад после смерти, какая? Грех. Вот она основная причина. Вот почему пришел Иисус Христос. Он пришел спасти людей от грехов их. И вопрос здесь еще очень важный. Каких людей? Своих. Ага. Оказывается, есть у Бога, есть люди Его, а есть люди не Его. А теперь я хочу задать вам вопрос. А вы к какому числу людей принадлежите? Являетесь ли вы своими для Бога? Или вы чужие? И кто-то скажет, ну, конечно, я являюсь, раз я здесь в церкви, значит, я являюсь своим для Бога. Я свой. А как определить именно то, что я посещаю церковь? Это определяет то, что я свой для Бога. Друзья мои, мы должны четко и ясно это увидеть, что Христос пришел для того, чтобы спасти своих людей. То есть, чтобы получить спасение, мы должны принадлежать Ему. Мы должны быть своими для Бога. И второе. Бог пришел спасти через Иисуса Христа своих людей от грехов их. Чтобы, как следствие, мы не оказались после смерти в гиене огненной. Аминь, братья и сестры. Вы услышали это? А теперь еще я хочу показать один текст. Здесь уже ближе, наверное, как распознать. Как узнать, кому я принадлежу, Богу или нет. Какой критерий. Вот свой я Богу или нет. Или я свой среди чужих, или чужой среди своих. Как определить? Давайте мы взглянем с вами. Первое послание Иоанна. Третья глава. И мы прочитаем с вами. С пятого стиха. Первое Иоанна. Третья глава. С пятого стиха. Послушайте внимательно. И вы знаете, пишет Иоанн, что Он, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Мы должны знать, что во Христе нет греха, и Он явился, чтобы взять грехи наши. Вы понимаете, что значит взять? Взять. Ну, например, вот Сергей, у него есть телефон. Если я пришел, чтобы взять его телефон, что это значит? Это значит, что больше Он этим телефоном пользоваться не будет и не сможет. Вот что означает взять. И Христос явился. Для чего? Чтобы взять грехи наши. Чтобы мы уже не жили так, как мы жили раньше. Вы слышите, братья и сестры? Это важно. И Он дал нам, помимо того, что Он взял, Он взамен дал нам. Дал нам спасение. И свободу от греха, и спасение. Давайте посмотрим дальше. Шестой стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Послушайте, это важно. Почему мы согрешаем? Потому что мы не пребываем в нем. Но я вам скажу, когда мы пребываем в нем, тогда мы просто не можем согрешать. Мы не сможем, мы не согрешаем, когда мы пребываем в нем. И дальше. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. А дальше, посмотрите, седьмой стих. Дети. Иоанн пишет, он обращается, он говорит, дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Вот Юля пела песню. Она говорила, служить Богу и совершать правду. Тогда ты попадешь на небо. А сегодня мы можем видеть, как христианство впадает в некое обольщение. А он пишет, пусть никто вас не обольщает. Потому что, если человек делает правду, если он поступает по Божьему слову, и если он поступает так, как Христос поступал, значит, он праведен. кто делает грех, тот от дьявола. То есть, тот, кто продолжает жить во грехах, тот от дьявола. В ваших Библиях так написано? Или может быть перевод какой-то другой я читаю? Так написано. Почему? Потому что вначале дьявол согрешил. А дальше опять, он опять указывает на пришествие Христа. Почему родился Христос? Он говорит, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Какие дела дьявола он пришел разрушить? Грех, который мы совершали. Мы даже сами не догадывались, что мы совершали дела дьявола. Мы как бы воплощали дьявола через свою жизнь. Вы понимаете? Дьявол, он ищет тело. Он не может вот так себя реализовать. Он духовное существо. Он ищет человека, чтобы в этой земной жизни явить себя этому миру, показать себя. И ему, братья и сестры, к сожалению, это удается. Он находит человека непокорного Богу, непослушного и через дела реализует через злые дела, через грех реализует себя в этом мире. А Христос пришел, Он явился, чтобы спасти своих и чтобы разрушить дела дьявола. Слава Иисусу! И среди нас было очень много таких людей, которые совершали дела дьявола, которые угождали Ему. Но когда пришел Христос, Он разрушил те дела, которые мы совершали. Аллилуйя! И мы больше не служим дьяволу. Вот смысл Рождества. Вот почему Христос явился и спас нас. Аллилуйя! Нет ничего прекрасней. Девятый стих, послушайте, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что время Божьего прибыли в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Признак рожденного от Бога человека. Он мучается, он страдает, он не может грешить, он не может пребывать в грехе, потому что его сущность другая. Он рожден от Бога. А сейчас я хочу обратить ваше особое внимание. Заметьте, что это послание Иоанн писал и он обращается к детям. То есть он пишет это не к неверующим людям, но к верующим людям, предостерегая их об одной опасности. Десятый стих, очень серьезный стих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Он дает определение. Первое, он показывает, кто такие свои Богу. свои Богу это дети Божьи. То есть он называет своих детьми Божьи. И если я принадлежу Богу, если я свой для Бога, значит я дитё Божье. Я его сын, я его дочь. И если мы как церковь принадлежим Богу, мы все дети Божьи. Аминь братья и сёстры, аминь. Это так. Если мы все дети Божьи, у нас один Отец Небесный, а мы все друг к другу кто? Братья и сёстры. Слава Иисусу. И кровь нас соединила одна. Это кровь Иисуса Христа. И мы все дружной семьёй идём с вами куда? На небо, в дом нашего Небесного Отца. Это правда. То есть мы видим с вами, что есть свои и кто они, дети Божьи. Но также здесь Иоанн показывает, кто не является своим. Он пишет, дети Божьи, а ещё есть дети дьявола. Как так? Что у дьявола есть дети? Да. У дьявола есть дети. И знаете, что страшно? Что очень часто можно видеть детей дьявола не там, за порогом дома молитвы, а можно видеть также и детей дьявола и в церкви. Хорошо маскирующихся или даже не понимающих того, что они являются детьми дьявола. Или ещё более, находящихся в обольщении, почему Иоанн и предостерегал, да не обольщает вас никто. И он здесь, в этом стихе, в 10 стихе, даёт чёткую и ясную характеристику, кто такие дети Божьи и кто такие дети дьявола. И вот на основании этого и дальше, мы можем читать это место из Священного Писания, мы можем и определить, кто я, к какому числу я принадлежу. Давайте мы посмотрим. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякие, не делающие правды». «Всякие». Как это понять? «Всякие». Пастор может быть «Всякие». «Всякие», но не пас. «Служители не могут быть. Это святые люди, к ним не прикасаясь». А нет, Писание говорит «Всякие», даже пастор, любой из нас. «Всякие», послушайте, «Всякие, не делающие правды». То есть если человек не живет праведной жизнью, если человек не стремится преображаться в образ Иисуса, не живет как Христос, этот человек он не делает правду, и здесь написано «не есть от Бога». Он не является своим Богу. Он может очень хорошо знать, что такое правда. Очень хорошо может знать Священное Писание, может закончить не один богословский курс. Когда с ним общаешься, он так доказывает тебе что-то очень умно, но сам этот человек не живет по правде, он не живет. Вы знаете, читающий Евангелие, Христос очень часто обличал таких людей. Он говорил, вы видите, они учат правильно, но они не поступают по той правде, по которой учат. И он объяснял людям, он говорил, чему они учат, вы поступайте, но по делам их не поступайте. В другом тексте написано, он обличал прямо, он спорил с книжниками и фарисеями, и они говорили, мы дети Авраама, мы принадлежим Божьему народу, а Христос говорил, ваш отец дьявол. И они возмущались, как такое может быть? Как? А он говорил, нет, нет, ваш отец дьявол, потому что вы желаете исполнять волю отца вашего. Друзья мои, как определить, чьи мы дети? Чью волю мы исполняем? Того мы и дети. И если я называю отцом Бога Небесного, поставшего Иисуса Христа для моего спасения, то я буду исполнять его волю. И если я принадлежу к дитю Божьему, значит, я буду исполнять волю своего отца. Если я принадлежал дьяволу, он был моим отцом, то я исполнял его волю. И мы видим с вами здесь, очень четко и ясно, Иоанн пишет, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий не делающий правды не есть от Бога. И дальше через запятую еще одна характеристика отличающая или показывающая является ли этот человек своим Богом, является ли он дитем Божьим. Какая характеристика? Равно и не любящий брата своего. Не любящий брата своего. Ну и так как у нас здесь сестры еще. Теперь посмотрите. Любите ли вы своих братьев и сестер по вере? Кто-то скажет, ну я люблю свою сестру. Конечно, я тоже свою сестру люблю, она у меня одна. Моя Леночка, сестренка моя, слава Богу за нее, да? Ну что не любить, это же моя родная сестра. Но Писание говорит немножко о других вещах. Немножко о других вещах. Она говорит, что мы должны любить братьев и сестер мы должны любить детей Божьих, а вот здесь уже коса на камень. Потому что мы все разные, у каждого нас есть свой характер, свои претензии, успехи. Помните эту древнюю историю Каин и Авель? Два брата, они были родными братьями. И Каин убивает своего брата Авеля. По какой причине? Зависть. Зависть. Он увидел, что Бог принял дар Авеля, а дар Каина, а его дар не принял. И он позавидовал. И это зависть, она съела его, он уже не мог смотреть на него дружелюбно. Его уже подташнивало от речи, от разговора с братом. И Библия говорит, что Каин был от дьявола. Не потому, что он родился и он стал таковым, он возлюбил больше грех. Хотя оба этих человека знали Бога, они поклонялись Богу и приносили дар пред лицо Господа. Но тем не менее, братья и сестры, Писание предупреждает, если мы не любим друг друга, мы не можем причислять к себе народу Божьему. Один из признаков, являюсь ли я своим Богом, являюсь ли я детем Божьим, это люблю ли я своих братьев и сестер. А что значит любить братьев и сестер? Что значит любить? Как вот вы это понимаете? Ну так повернуться, повернитесь друг к другу и скажите брат, сестра, я тебя люблю. Это, это, это же можно выдавить. Это можно выдавить, надо обязательно сказать, потому что пастор сказал и смотрит на меня, и сестер тоже, он же смотрит, повернулся, надо выдавить, сказать, и я тебя люблю. Так? Нет. Но послушайте, что пишет про любовь апостол Павел. Он говорит, любовь долготерпит, любовь не завидует, успехом она не завидует, любовь не ищет своего, любовь не превозносится, не гордится. Вы помните? Любовь не бесчинствует, она не раздражается, все терпит, все переносит и никогда не перестает. Бывает так, что вдруг что-то случается с нашими братьями и сестрами по вере, а вдруг кто-то отходит, кто-то слабеет в вере, вдруг мы смотрим, он был такой сильный в вере, в его жизнь пришла какая-то проблема, ситуация, это его жизнь, мы видим его слабость, разочаровываемся, начинаем смотреть искоса. Бывают и такие братья, ну знаете, и сестры такие, ну как, новообращенные, они только пришли к Богу. Вот маленькие дети, мы же, мы как на них смотрим? Это же дети, ну правда, мы же смотрим на них как, а если бы, вот они вышли все эти дети, и вот этот вот, вот эти Абрамовы, они тут вот, и я бы им тут щелбаны бы раздавал бы, как бы это выглядело? Всевлад сразу бы прибежал меня бы за грудки, не трожь моих детей. Мы никогда так не делаем, и не будем делать, потому что они дети. И в церкви точно так же бывает, есть духовный возраст, он разный, у каждого разный. И есть у кого-то замедленный ход, знаете, кто мало Библию читает, потому что спрашивают, ну 10 лет уже в церкви, сколько можно? Я согласен с вами, сколько можно? 10 лет в церкви, а вам всего годик, я согласен. но так бывает, что человек не читает Библию, не кушает, не молится, духовно не развивается. Недавно совсем я был поражен. Одна сестра с 90-х годов в собрании, а она не умеет молиться. Ну как бы она умеет молиться в таком, в таком, ну, состоянии, какое ей нравится. Но она не может молиться на общих собраниях, все мешает ей. Она не знает, что значит войти в комнату тайную и помолиться отцу тайно. И много-много других моментов мы можем встречать в нашей жизни. Определенный младенческий возраст, и нам нужно возрастать. Ну, а младенцы, они же ведь есть, а как мы к ним относимся? Они нас почему-то раздражают. Ну, я не про детей говорю, а про верующих, братьев и сестер, которых нужно любить. Все переносит, все терпит. Потерпеть нужно некоторых. Поэтому вот дети Божьи, они имеют любовь. Они имеют любовь. Это отличительный признак. Я знаю, у нас в церкви очень много есть замечательных братьев и сестер, которые являют свою любовь к ближним, которые видят нужду, видят горе, видят проблему, которые приходят на молитвные собрания и дома молятся об этих нуждах, помогают и хоть как-то участвуют в жизни. Я это вижу и знаю. И слава Иисусу за это. Любовь, она должна пребывать. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Одиннадцатый стих мы читаем с вами. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Вы же поймите, братья и сестры, что нам не только здесь вместе жить, сидеть на одной лавке рядом. Нам предстоит еще вечность. нам вечность предстоит быть вместе. И я попрошу Бога, чтобы мы были все вместе. Послушает он меня или нет, но тем не менее мы должны готовиться к вечности. И готовиться к вечности, знаете, это не белье, не тапочки белые, в чемоданчике. Не деньги там, сбережения на похорону. Готовиться к вечности это готовить свое сердце, преображаясь в образ Иисуса Христа. Аминь, братья и сестры. Аминь. Это так. Итак, дети Божьи и дети дьявола, они узнаются, их можно узнавать. Я читаю вам это не для того, чтобы вы так раз на кого-то посмотрели, сказали, ага, вон он сидит, дитё дьявола. Не для этого. Я читаю вам это для того, чтобы вы могли заглянуть в свое сердце и посмотреть, а если у меня тяга к святости, к праведной жизни, стремлюсь ли я быть похожим на Иисуса, когда согрешаю, какая моя реакция? Люблю ли я моих братьев и сестер? Прощаю ли я им? Благословляю ли я? Помогаю, участвую ли я в их жизни? Или так смотрю, говорю, ну сам виноват или сама виновата? Нечего было вот так вот поступать? Нет. С каждым из нас может случиться что-то, правда? Мы все люди и мы допускаем ошибки. И так человек устроен. Учимся почему-то только на своих ошибках. Нам вот мало ошибок, которые в Библии мы видим. У царя Давида, у Якова, который обманул отца своего и лишил себя многих благословений в жизни. Мы не смотрим на апостола Петра, не учимся на его ошибках. На ошибках царя Соломона, великого и мудрого, который целую книгу написал, инструкция, как не совершать ошибки. Но нет, нам вот нужно вот самим, самим вот нужно проверить, есть ли там в розетке ток или нет. Ударит ли он меня или нет. А некоторые языком туда еще лезут. И потом, когда шарахнет, тогда все, мы научены горьким опытом. Мы научены и уже тогда способны других учить. А может быть, все-таки хватит. Может быть, все-таки нам стоит принять Библию, Слово Божье, начать доверять Божьему Слову, учиться на ошибках людей, которые нам же ведь оставлена книга, чтобы мы учились. Аминь, братья и сестры. Пусть Бог благословит нас. И еще я хочу сегодня прочитать одно место. Это послание к Ефесянам. Еще кое-что показательное из признаков людей, которые не относятся к народу Божьему, которые не являются своими. Я еще раз напоминаю, напоминаю, что Христос пришел спасти людей своих. Если мы хотим иметь спасение, прежде всего, мы должны стать своими для Него. мы должны стать детьми Божьими. Итак, посмотрите, вторая глава послания к Ефесянам с первого стиха. Ефесянам 2, 1. И вас, мертвых, преступлениям и греха вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Какие замечательные слова, какое замечательное Божье действие. И тем не менее мы видим здесь некую характеристику определенного круга людей. Посмотрите, он сравнивает, он говорит, если человек живет во грехе или во грехах, если он пребывает в преступлениях против Бога, Библия называет его, что такой человек мертвый. Вы видите это? и вас мертвых первый стих по преступлениям и грехам вашим. То есть в глазах Бога человек пребывающий в грехах является мертвым. Он как бы живой двигается кушает ест ходит на работу веселится радуется с горки катается но Библия говорит, что он мертвый, если пребывает в грехах своих. И дальше он пишет это к церкви, он говорит, вы были некогда такими. И посмотрите, он дает характеристику людей, которые не принадлежат Богу, не являются детьми Божьими, которые не свои Богу. Посмотрите, он говорит, в которых, в которых, то есть в грехах в которых вы некогда жили. Жили в грехах. Вы чувствуете разницу? Есть, когда я борюсь с грехами, когда я стремлюсь от них избавиться, когда я избегаю их, а есть, когда человек живет в грехах. то есть он как бы погружается в них. И дальше еще запятая. Жили, живут по обычаю мира сего. А что значит по обычаю мира сего? По обычаю мира. Спрашиваешь, ты крещеный? Да, я крещеный, вот у меня крестик. А ты крестился как, по какой причине? Ну как по какой? Все крестились, и я с ними пошел крестился. По обычаю. Ну ты хоть читал? Нет. Так никто не читает. И я не читал. По обычаю? А как сегодня люди живут по обычаю? К чему они стремятся? Как же по обычаю? Все воруют, и я ворую. Все обманывают, и я обманываю. Все лицемерят, и я лицемерю. Все стремятся к обогащению. И я уже кредитов набрал, не знаю теперь, как мне жить. Все в прорубь, и я в прорубь, по обычаям. Все гороскопы гадалкам ходят, и я тоже. Все ведь, и я по обычаю. Так принято. И Слово Божье отодвигается в сторону. А почему бы нам не жить так, как в Слове Божьем написано, как Христос этого хочет, но так принято. И мы живем по обычаю мира. Вот дети Божьи и дети дьявола так узнаются. Дети дьявола, они живут в грехах и живут по обычаю мира. И дальше, посмотрите, по воле князя. То есть они живут так, как дьявол хочет, чтобы они жили, по его воле, по воле князя, господ, строящего в воздухе. Посмотрите, какую картину рисует нам апостол Павел. Дьявол, князь этот Бесовский живет в воздухе. Мы его не видим, но он духом незримо живет. И все зло, которое мы наблюдаем, это продукт воздействия этого князя Бесовского, живущего в воздухе на людей, на физический мир. И мы, как дети Божьи, приняв Иисуса Христа, получили свободу. Мы впустили Дух Божий внутрь себя, и мы уже не подвластны этому Бесовскому князю. Мы свободны в выборе, и наш выбор ежедневно, мы принимаем решение жить по воле Отца нашего, вот кто такие дети Божьи. Аминь, братья и сестры. Через покаяние, осознание наших грехов и принятие жертвы Иисуса Христа, мы получаем прощение и жизнь вечную. Мы рождаемся свыше, мы становимся детьми Божьими. Но если этого с нами не произошло, мы можем совершать какой-то обряд, какой-то ритуал, мы в чем-то можем пребывать, петь даже песни. Посмотрите, вот, сейчас вот смотришь Басков, новый альбом вышел, «Верую». Ну, хорошие песни. Ну, как бы, ну, да, хорошие, да. Вот жизнь как-то не клеится с его песнями. Ну, Стас Михайлов тоже, ну, тоже хорошая же песня, так заплачешь. Там про Бога ведь. Ну, жизнь как-то не клеится. Вот у нас есть такой какой-то образ. Мы смотрим на него, но у него же крестик на шее есть. Даже Библия рядышком лежит. Даже что-то говорит. А жизнь, как он живет? По обычаям мира. живет во грехе. Разводы заздрасти вам. То женился на одной, то на другой развелся, то женился, то развелся, то женился, то развелся. И песню поет. Я верую. Вы понимаете, как страшно? У нас есть вернейшее пророческое слово. Слово Божье. Ну, может быть, он услышит меня. Не знаю, у нас онлайн трансляция. Кто-нибудь поделится с ним. то может и будем лицезреть его на небе по милости Божьей. Потому что Бог-то действительно хочет спасти всех человеков. Да, Он хочет. Но кого? Те, кто свои, те, которые приняли его, те, которые согласились жить по воле Божьей. Пусть Бог нас благословит. Итак, в которых некогда вы жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Одно из характеристик человека, который принадлежит дьяволу, противление Божьему Слову. Ему говоришь, Бог заповедал прощать. Так, Бог заповедал. Он сказал, если ты не будешь прощать, то и тебе грехи тоже не простятся. Так сказал Иисус. А Он принципиально не буду. Вот пусть придет, попросит у меня прощения, я подумаю, рассмотрю, выставлю ему условия, если он эти условия выполнит, я его прощу. И такой гордый стоит, ждет. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так, больше никак. Кому ты принадлежишь, чью волю ты исполняешь, другого нет. Действующего в сынах противления. И дьявол так вот хитро обманывает человека, загоняет его, и человек начинает противляться, противиться Божьему Слову, сопротивляться Божьему Слову. А Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божью. Смиритесь не под человека, под крепкую руку Божью. Может быть, этот человек, вы его простите, а он на следующий день придет и опять вас обидит. Это люди вас будут обижать, возможно, и гнать будут, и не удивляйтесь, Писание говорит, не удивляйтесь, что мир вас ненавидит. Говорит, даже не удивляйтесь этому. Но мы должны научиться прощать, смиряться под крепкую руку Божию. Братья и сестры, и мужей прощать, и жен, и детей своих прощать, и родителей своих прощать, и на работе всех прощать, и в школе всех прощать, кто обижает нас. Аминь. Почему? Потому что так узнаются дети Божьи и дети дьявола. Третий стих. Мы жили так. Мы жили между ними. Мы поступали по нашим плотским похотям. Мы исполняли желания плоти наши. Мы говорили, я хочу так. Это мое желание. Я так и делаю. Все должно быть иначе. У детей Божьих все теперь должно быть по-другому. Не как я хочу, как Бог хочет. Угождаю ли я этим Богу? Хочет ли этого Господь или нет? Вот теперь чем я должен руководствоваться? Богом, Его Словом и Его Духом. И это очень важно для нас. Мы были по природе чадами гнева. Вот пребывая так, результат следствия нашего образа жизни приведет нас к гневу, Божьему гневу. Но четвертый стих очень замечательный, что Господь богатый милостью. Посмотрите, чем Он богатый? Милостью. Нам нужно научиться у Него быть богатым. Мы стремимся больше денег заработать, быть богатым деньгами, имуществом, что-то нажить. А Бог наш, посмотрите, богатый милостью. Сколько раз Он нас милует? Боже мой, Боже, опять меня помиловал. Каждый день нас милует, как детей своих любящих. Да, и даже обличение и наказание тоже своего рода милость. Лучше временное наказание, чем вечное мучение. Правда, друзья? И даже наказание является для нас милостью. Слава Иисусу! Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую Он возлюбил нас и нас мертвых. То есть, мы были мертвыми и нас мертвых по нашим преступлениям. Он оживотворил со Христом. Вот, приняв Христа, мы ожили, мы воскресли, как Он воскрес. У нас появилась способность жить святой жизнью, способность тянуться к Богу, слышать Бога, понимать Его Слово, быть с Ним. Он оживил нас. Для чего? Чтобы явить это богатство любви, богатство милости этому миру через нас. Бог спас нас, чтобы явить через нас себя. Аллилуйя! Вот, кто такие дети Божьи. Друзья мои, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы еще раз проанализировали свою жизнь. Чтобы мы еще раз подумали, задумались, что-то убрали, к чему-то изменили наши отношения, чтобы мы по-настоящему были детьми Божьими. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги пред лицо Господа. И у меня есть такое желание, чтобы мы могли помолиться Богу. А может быть, попросить у Бога прощения, сказать Господь, прости меня, вот здесь и вот здесь я был неправ. Правду же ведь говорит Твое слово, а я все упираюсь куда-то, сопротивляюсь Ему. Помоги Господь. Может быть, кому-то стоит помолиться и сказать, Господь сокруши мою гордыню, ничего не могу сделать с ней. И Бог поможет вам, сокрушит. Кому-то нужно смириться пред Богом, что-то оставить. Братья и сестры, загляните в свою жизнь, обратитесь к Иисусу. Аллилуйя. Небесный Отец наш. Иисусу.